Рад приветствовать вас, дорогие зрители. Рад приветствовать вас, друзья. Вы на канале Анапчане. С вами Максим. Анапа, вторая полная дня, 11 марта 2024 год. И это у нас центральная площадь курорта. Температура воздуха сейчас около плюс 10 градусов. Сегодня у нас в Анапе преимущественно солнечно, особенно во вторую полную дня. Смотрите, у нас центральный фонтанный комплекс уже вовсю работает. И прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещает, что в Анапе температура воздуха днем будет от плюс 10 до плюс 15 градусов. Будет и пасмурно, будут и небольшие осадки по прогнозу, будут также солнечные дни. Ну и ночью, ближайшие 10 ночей температура воздуха в Анапе также будет со знаком плюс. Примерно от плюс 5 до плюс 8 градусов. Вот у нас две прошлые ночи были с минусом, с морозцем. Минус 3 градуса, минус 4 градуса. Из этого даже слегка подмерзла магнолия, которая уже цвела. Но вот не вся, а некоторые деревья ранние сорта. Там даже мороз, вот этот цвет магнолии повредил. Ну и не только магнолия пострадала, вот частично некоторые также и плодовые деревья. Хорошо, что они еще не в большом количестве зацвели, только некоторые вышли с вами на улицу Горького. Смотрите, сколько здесь сегодня гуляют людей. Погода солнечная. Ну и мы с вами слышим звуки подготовки к курортному сезону. Здесь кафе. Проводят ремонт в кафе перед сезоном. И даже, смотрите, общественный туалет здесь был у нас. А теперь баристократ будет. Ну, в общем, кафетерий частично. Видите, здесь, судя по всему, туалет оставят. И там пристройка, кафетерия будет. Два в одном. Вот так у нас активно проходит подготовка к предстоящему курортному сезону, который уже, ну, считайте, будет, в принципе, довольно скоро. Ну что, ребята и девчата, уже на этой неделе у нас с Натальей будет очередное заселение на трое суток в квартиру одного из 15 самых популярных жилых комплексов Анапы. Анапы. На съемку этого материала мы собирали донаты. В прошлом видео я об этом подробно рассказывал. Если кто не в курсе, загляните, посмотрите прошлое видео, ну, чтобы мне сейчас все заново не пересказывать. Ну, и путем выбора случайным образом одного из 15 жилых комплексов мы с вами уже со дня на день узнаем, в какой жилой комплекс будем на три дня заезжать, чтобы делать обзор от первого лица. Я вот тут составил предварительный список жилых комплексов. Сейчас я вам его зачитаю. Вот, смотрите, здесь у нас масленичная такая небольшая ярмарка. Пончики, блины и так далее. Не только. В общем, смотрите, приоритет отдается тем жилым комплексам, ну, мне кажется, так будет интереснее, которые многоэтажные, чтобы показать вам вид с большого, с высокого этажа, там, с 14, с 16, с 18, с 20. В общем, список следующий. ЖК 1-2-3, ЖК Черноморье, ЖК Притяжение, ЖК Привилегия, ЖК Горгипия Сухопутная, ну, Горгипию Морскую мы обозревали в прошлый раз. Если кто не видел, посмотрите одно из предыдущих видео. ЖК Фамильный, ЖК Парадный, ЖК Горизонт, ЖК Времена Года, ЖК Бельведер, ЖК Южный Квартал, ЖК Приоритет, ЖК Огни Анапы, ЖК Консул и ЖК Триумф. Этот список обсуждаемый, пока еще выбор не сделан. Если вы считаете, что вот список, вот этих, список 15, нужно внести какой-то еще жилой комплекс, а другой, какой-то из тех, которые я перечислил, можно исключить из этого списка, пишите в комментариях, обсудим, ну, чтобы выбор был максимально полезный. И уже вот на днях уже будет новый обзор, я думаю. Ну, сначала застелимся, там съемка обзора, и потом уже будет новый обзор. Материал очень интересный, насколько я понимаю по отзывам. Ну, мы, в принципе, с Натальей так и рассчитывали, что материал этот будет интересен и полезен и тем людям, кто приезжает в Анапу на отдых на несколько дней, и тем людям, которые присматривают себе жилой комплекс для переезда в Анапу на постоянное место жительства. Так что нужно эту идею развивать. Нам с вами дальше. Ну, единственное то, что мы, я думаю, сможем это делать до 1 мая, потому что с 1 мая цены на квартиры повышаются. Вот мы снимали за 1400 в сутки. Сейчас мы ориентируемся уже, ну, чтобы можно снять подороже, там, 1900-2500. Зачем подороже? Чтобы была, допустим, не квартира-студия, а однокомнатная квартира, евро-двушка или полноценная двухкомнатная квартира. Вот здесь уже и на театральной площади включили фонтан и продолжают, видите, делать, доблагоустраивать, достанавливать элементы, которые первоначально были запланированы в плане вот по реконструкции. Потому что на новогодние праздники эти предметы, дополнительные малые статурные формы были необязательны, потому что так было много елок в этом году, на этот Новый год, а сейчас уже вот доустанавливают перед началом курортного сезона. Здесь, видите, такой интересный пустырь на месте бывшего казачьего рынка. И, возможно, возможно, здесь может появиться какой-нибудь детский мини-парк. А мы сейчас с вами пройдем через оставшийся от бывшего рынка на Крепостной, через оставшийся ряд, выйдем в сторону центральной набережной. Да, хороший был рынок, он был здесь достаточно удобно расположен, можно было прийти купить свежие помидоры, свежие огурцы, фрукты. И это все можно было сделать во время курортного сезона, когда спрос на свежие овощи и фрукты очень высок. Ну, потом, после его демонтажа, конечно же, там стал приезжать рынок несколько дней в неделю, но это, конечно же, замена неполноценная. Вот, видите, ну, считайте, даже не ряд, это полряда просто осталось. Ряд-проход. И вот мы с вами вышли вот в сторону жилого комплекса «Колонннадо», но его мы не берем в ТОП-15, мы его не рассматриваем для обзора, пока что. Ну, он такой специфический, здесь, конечно же, выше цены, но и вот так же вот жилой комплекс на крепостной, вот тот тоже дороговатый. Их мы вообще пока что не рассматриваем для обзора, так же, как жилой комплекс «Золотая бухта». Это у нас санаторий «Кубань». Выходим с вами на центральную набережную и видим, что здесь уже вот то строительство, которое начиналось в начале года, видите, уже обретает какие-то конкретные очертания. Работы по благоустройству территории. Вот видите, как это будет благоустроено. Ну, это, понятное дело, кафетерии какие-нибудь, кафе. Вот так вот стильно сделано. Но, не знаю, мне кажется, то, что если бы это было, оставалось бы просто набережная, а не вот так, как здесь теперь начали настраивать, то это было бы лучше, потому что здесь летом на набережной очень много людей гуляют. И это очередное препятствие для прогулок по набережной, я считаю. А здесь так-то кафе есть между верхним ярусом, по которому мы сейчас с вами идем, и нижним ярусом. Там между этими двумя ярусами набережной центральной достаточно много кафе. Вот можно даже подойти и заглянуть, как это выглядит. Вот видите, здесь есть спуски. И вот здесь, ну, преимущественно кафе. Преимущественно летние кафе. Вот видите, вот они. То есть какой смысл было еще делать прямо вот сверху, чтобы уменьшать площадь для прогулок, непонятно. Я как бы смысла в этом не вижу. Вот у нас там стоянка яхт. Вот у нас кораблик «Алые паруса» декоративный. Здесь даже, видите, межсезонье, аншлаг. Очень нравится это место. Ну, и детям, и, в свою очередь, взрослым. И фотографироваться сюда приходят. И вот поиграть так. Спустились с вами на нижний ярус набережной. Вот видите, здесь вот площадь для прогулок. И вот все вот это кафе преимущественно. Ну, там фитнес-зал есть. Даже какой-то отель есть дальше. А вот здесь у нас строят, достраивают причал. Но, судя по всему, как раз-таки для прогулочных маленьких катеров, для прогулочных яхт. Возможно, в этом году его и откроют. Потому что окончание столицы заявлено апрель 2024. Вот видите. Это, видимо, сделано для того, чтобы люди не шли там куда-то туда. Чтобы прокатиться на катерах и яхтах. Ну, там часовая морская проулка. А чтобы люди прямо вот такие вот отсюда, от центрального пляжа, поближе проходили и катались здесь. Ну, чтобы для удобства большего. Вот видите, здесь тоже кафе на реконструкции. Слышны звуки подготовки к курортному сезону. Сейчас вот вообще очень быстро достаточно. Вся подготовка пойдет. Март, апрель. Это два таких месяца, когда в центре Анапы очень активно происходит подготовка к курортному сезону. Вышли с вами на странный пляж. На море сегодня легкий прибой. Немного от этого мутноватая водичка. Ну, прямо-таки вот уже летний характер воды напоминает. Что летом она тоже такая мутноватая обычно на многолюбных песчаных пляжах. Ну, вот еще, видите, зато мы с вами не видим тину. Ну, вот тина является одной из самых существенных проблем в Анапе летом на песчаных пляжах. И многие люди задаются вопросом, когда же наступит улучшение ситуации, когда ждать каких-то позитивных изменений. Ну, у нас проблема еще и в том, что у нас нет специализированной в Анапе техники для уборки тины с мелководья пляжей. Ну, да, есть трактора, их можно назвать специализированной техникой, но это такая технология, получается, устаревшая уборка тины. И вот каких-то прямо специальных комбайнов, которые были сделаны под уборку именно тины, в Анапе такой прогрессивной техники нет. И вот как 40 лет тому назад убирали тину тракторами. Такие же трактора примерно такие же используются и сейчас. Ну, еще есть, конечно, вилы, грабли и так далее. Но это что касается уборки тины. Так-то еще многие люди задаются вопросом, почему в принципе такое большое количество тины на печатных пляжах Анапы. Вот на Астральном пляже и на пляжах Пионерского проспекта и на пляжах Джимоте на пляжах Витязева. Ну, это у нас проблема связанная в том числе ну, может быть, даже и по большей части с непродуманным в прошлом планирование слива очистных сточных вод. Очищенных сточных вод. У нас слив с очистных сооружений находится находится вот в районе парка Ореховая роща, ну, там за парком Ореховая роща, ну, возле примерно между пляжем 40-ой Победы и спуском, лестничным спуском 300 ступеней. там этот слив находится. Да, там сливается очищенная, обеззараженная вода с очистных сооружений, но эта вода же не дистиллированная, не какая-то там полностью нейтральная. Да, считайте, присутствуют своего рода минеральные удобрения, которые очень нравятся в тине вот этой водоросли кладу форебродячей и которая с учетом того, что у нас вода в море летом прогревается там до 25-28 градусов в среднем на мелководье плюс минеральное удобрение, рост происходит прямо-таки колоссальные тины и там за день эта тина может увеличиться в объеме на 50% кажется прямо при оптимальных для роста условиях и вот поэтому особо благоприятные периоды времени для тины для роста тины прямо происходит на песчаных пляжах Анапы ну вот в основном на центральном пляже ну и на других тоже чуть-чуть пореже на пляжах в начале Тиненского проспекта тоже бывает ужас ужасный творится происходит прямо-таки огромный колоссальный рост тины когда это все закончится но проблема в том что очистные слив с очистных сооружений он как раз-таки находится там где эти воды подхватываются вдоль береговым течениям но когда изначально делали именно там слив с очистных сооружений видимо это не учли то есть эта проблема она известна давно и в итоге вот оттуда со стороны высокого берега со стороны гаечных пляжей ну там этот слив он же глубоко у нас еще там на расстоянии двух и трех километров от берега расположен вдоль берегового течения все что сливается сюда вот это вот эти минеральчики они подгоняются сюда в большую Анапскую бухту дальше вдоль берегового течения оно движется в сторону Танерского проспекта в сторону Джамотев в сторону Витязева и щедро раздает удобрения но мы сами понятное дело знаем то что максимальное количество людей в Анапе когда бывает тоже летом то есть максимальный выброс сточных очищенных вод с таким с такой минерализацией самые лучшие условия благодаря прогреву морской воды для роста тины и эта тина прямо таки может заполнять с собой все в некоторые моменты ну иногда вот конечно же везет и в июне в июле может быть может быть несколько дней даже на донесторальном пляже когда тины либо по минимуму ну вообще не бывает это вообще что-то редкое крайне редкое в современных реалиях когда если летом там вообще не может не быть тины на странном пляже в том или ином количестве присутствует как это может быть исправлено для этого нужна капитальная реконструкция из самих очистных сооружений так полагаю чтобы более современная технология еще более лучшей очистки была чтобы вот эти эту минерализацию как-нибудь сухой остаток куда-нибудь убирать а не сливать с водами ну и наверное имело бы смысл изгнить место выброса очистных источных вод вот в районе курорта Анапа чтобы вдоль береговой течения не подхватывало пока это не будет сделано какая проблема будет существовать ну и плюс усугубляется проблема то что нет высокоэффективной техники для уборки тины вот так ребята и девчата так что кто надеется то что может быть вот в этом году тины будет поменьше да по каким-то загадочным причинам не ну конечно есть такая какая-нибудь низерная возможность но все указывает на то то что эта тина будет тоже в достаточно большом количестве особенно некоторые промежутки времени вот на песчаных пляжах Анапы увы мы будем надеяться на лучшее конечно потому что тут еще влияет и там штормовая активность моря и еще какие-то более дальние течения я в этом во всем досконально не разбираюсь но вот основное я вам в принципе рассказал делайте выводы из этого можете самостоятельно сделать выводы ну смотрите на закате люди толпами прям выходят на пляж вот к этой надписи море как вы думаете зачем да чтобы получить классные фотографии закатные красивые видите прямо прямо чуть ли не очередь сфотографироваться вот здесь вот в самом выгодном и эффектном месте ну и закат конечно же сегодня очень эффектный такой красивый насыщенный смотришь и глаза радуются прямо таки испытываешь ощущение гармонии звуки морского прибоя замечательно такой стопроцентный прямо таки релакс закатный вот друзья таки у нас вонапи новости пронос погоды обещает то что ближайшие 10 дней никаких температур никаких заморозков по ночам уже вонапи не будет днем будет до плюс 15 16 ночью будет тоже стабильная плюсовая температура воздуха выше плюс 5 градусов так что весна вонапи теперь с каждым днем начнет все почтнее и почтнее расцветать друзья ставьте лайки этому видео кто впервые на канале смело подписывайтесь делайте репост пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем которые мы затронули сегодняшнем обзоре также подписывайтесь на наш телеграм-канал кстати именно в телеграм-канале мы будем публиковать коротенькие видео серии из нескольких фотографий в том числе и по жилым комплексам которые мы будем обозревать ближайший жилой комплекс в квартиру мы заедем уже на днях для обзора от первого лица собственно вот для того обзора на который мы с вами собирали донаты кто не смотрел предыдущий обзор по жилому комплексу горгипи как мы заехали на 3 дня с Натальей в квартиру и делали там обзор показывали все как есть без прикрас без преувеличений без преуменьшений все плюсы все минусы показывали можете посмотреть этот обзор точнее там целых два обзора одно из предыдущих видео ну смотрите там найдете в общем по жилому комплексу горгипи морская какой будет следующий жилой комплекс мы определим буквально завтра послезавтра список из 15 кандидатов я вам зачитал случайный выбор будет если кто-то считает что в этом списке прямо-таки какой-то жилой комплекс обязательно должен оказаться пишите ваши комментарии обсуждаемо но я думаю что в принципе те 15 которые я вам зачитал 15 названий жилых комплексов Анапы это в принципе такие самые известные самые популярные да не все жилые комплексы Анапы вошли в этот список но понятное дело что этот список может конечно составлять в 2-3 раза больше но критерии такие жилой комплекс должен быть такой достаточно многоэтажный чтобы показать вид с верхних этажей 14-16-18-20 но я думаю так будет просто нагляднее потом жилой комплекс должен быть из нескольких ну чем из большего количества домов корпусов он состоит тем лучше то есть это тоже фактор популярности ну и он должен быть в пределах города потому что такие жилые комплексы как жилой комплекс Кавказ вот на Киадинской проспекте ну в пределах центра города имею ввиду да они там где уже за несколько километров от центра Анапы и там жилой комплекс Анаполис в районе Варваровки они будут да включены в какие-нибудь следующие наши списки но вот сначала конечно хотелось бы самые-самые такие популярные актуальные обозреть так что сделаем случайный выбор и уже на днях станет известно в какой жилой комплекс будем заезжать для обзора для беспристрастного обзора от первого лица все друзья желаю всем добра желаю всем мира пока до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok